Хотя бы что-то надо делать. Пугают только людей. Вирусами да этими, войной да и все. Кто в вашем округе депутат? Даже не интересовался и не знаю. Вы знаете, я вам не скажу. Я не знаю. Депутаты даже не знают. Никогда ничего не вывезли, ничего даже не знают. Понятия не имею. Не знаю ничего. Без понятия. Ой, а я даже не знаю, честно говоря. Гордеев. Не знаю. Скажите, а есть ли проблемы в вашем округе здесь? Да, проблема капремонта у нас. Самое главное. Вот все рушится. Все. Жилищные обычно проблемы. Плохо строить, ремонт плохо делает, не хотят ремонт делать. Я бы поставил хотя бы одноразовые туалеты. Это вообще проблема, мне кажется, всего города. Это вообще проблема. С детьми гуляешь даже, когда и память правильная. Ленинский проспект 8, дробь 1. Мы живем в этом доме. У нас закрытый двор, хороший дворник. У нас все хорошо. Чтобы поликлинику в этот приехать, в нашу улицу, надо идти пешком. Никакой транспорт не ходит. И никому не надо. И живем как вот где-то в могиле какой-то. Живем вот и ничего. И было клумбочки, цветочки. А сейчас одни машины, частные, газ, остановки. На правый берег можно уехать. На придачу можно уехать. А на машинке не можно уехать. Сейчас убирать начали. Убираются, трактора вот эти маленькие ездят. Эти вот набрали, этих нерусских. Они здесь с утра до вечера, они здесь копошатся, убирают. Все здесь более-менее. Нет такого, чтобы нормально. Ничего я не скажу. Ну, дороги, я думаю, что более-менее у нас не самые худшие. Ну, сейчас вот в связи с тем, сейчас делают надо. Например, сейчас уже проблемы, конечно, убавились. Крышу сделали нам в доме. Дом покрасили. Сейчас ремонт в подъездах начали. Батареи заменили. Ну, в основном запах часто бывает неприятный. Улица Менделея у нас есть такая. Все дома поразрушены, ничего не строят. Ну, конечно, хорошо, что разрушены. Но, с другой стороны, как-то хотелось бы, чтобы было покрасивше. Парк сделан, с луком гулять есть где. Не знаю. Может, так близко ничего не касалось. Но пока вроде все нормально. Дороги, проблема с ЖКХ, проблема с водоочистными сооружениями. В Варажской городской думе депутатом от вашего округа номер 7 является Владимир Александрович Калинин. Скажите, как депутат Калинин решает ваши проблемы? Понятия не имею. Я его ни разу не слышал, где он выступает. И с нами он не общается. А вы знаете, ему побольше бы с народом общаться. Нужно приезжать, с людьми разговаривать. Ну, знаете, мы люди не знаем, кто у нас депутат даже. Как-то, как-то. Он никого не решает. Я его и в глаза не видел. Никогда. И даже не знаю, и ни программ за него не голосовал. Я даже не знаю, кто это такой. Он бы хоть как-нибудь провел все-то, или там, как-то что-то, какие-то движения делал. Я его и в глаза-то не видел. Где он там заседает, или что-нибудь там решают, я не знаю. Хотя бы что-то надо делать. Ничего я не понимаю. Что они делают? Пугают только людей. Вирусами, да этими, войной, да и все. Я с удовольствием к нему обращусь. Узнаю, где он находится по интернету и попробую обратиться. Не знаю я его. И не видел, и не слышал даже. Я не знаю, кто это такой вообще. Я не знаком с ним, поэтому не знаю, как он решает. А я не знаю такого. Не слышала даже. Не подавала известия о том, что есть какие-то проблемы. Галерина, я что-то слышала о Галерина. Не знаю. Я ничего не могу сказать. Ни хороший, ни плохой. Я его не знаю. О нем ничего не знаю. Вот я собираюсь сходить туда, к депутату нашему, который сидит у нас в этом. Сказать, ну что вы сделали, а Галерина, ну сделайте нам. За деньги нам сделайте, чтобы с этого, от авиационного завода на Машмед ходил. Вот транспорт, чтобы нас можно до поликлиники доехать, мы и домой не можем дойти.